Варенье из кизила оценят даже Винни-Пух. 3 июля 2018 года если правильно приготовить варенье из кизила, то оно придется по вкусу даже самым капризным сладкоежкам. Конечно кислинка в таком лакомстве будет присутствовать, но не доминировать. Также из алых плодов получится великолепный мармелад, напиток или сироп. Удивить своих гостей можно как вином, так и наливкой из шейтановой ягоды. Варенье из кизила в 3 захода для получения восхитительного джема с бубками стоит взять 1 кг свежих плодов, перебрать их, а затем промыть. Дальше понадобится такое же количество сахара. По рецепту следует еще отмерять 400 мл воды. Когда все ингредиенты готовы, можно приступать к приготовлению, которые включат в себя 3 процесса – бланшировка. Кизил высыпают в дуршлаг, затем опускают приспособление в кипящую воду приблизительно на 5 минут. Подготовка сиропа. Доводят до кипения холодную жидкость. Высыпают в нее рафинад, постоянно помешивая, ждут пока он растворится. Как только это произойдет, выкладывают в сироп ягоды. Термообработка. В таком состоянии варенье из кизила ставят на медленный огонь, постоянно помешивая и периодически снимая пену. Процесс длится до 15 минут. Чтобы джем приобрел вязкую консистенцию, а также стал более насыщенного оттенка, его отправляют настаиваться на 6-8 часов. Желательно накрыть кастрюлю крышкой, оставив сбоку небольшую щель. По истечению срока смесь опять варят на медленном огне около 30 минут, снимая пенку. После этого разливают варенье по банкам, предварительно простерилизовав их и закатывают. Вариация рецептов занятым женщинам понравится рецепт, в котором все компоненты смешиваются в такой дозировке. 1,3 кг сахара, 1 кг ягод и 50 мл воды. Ставят емкость на газ, доводят до кипения и выключают. Процедуру повторяют еще 5 раз, но лишь после того, как ягодная масса остынет. Кроме прочего, варенье из кизила готовят и без косточек. Для этого плоды перетирают через сито. Перед этим их бланшируют. Дальнейшее приготовление идет совершенно по другой схеме. Сначала смесь закутывают в морлю, потом погружают в кипяток, после чего окунают в холодную воду. Повторяют алгоритм действий 3 раза. Сироп готовят из 1,5 кг сахара и 0,5 мл воды. Затем его выливают к мякоти и варят до готовности. В конце вносят 3 г лимонной кислоты. Какой бы хозяйка ни выбрала рецепт, результат впечатляет не только ее, но и всех гостей. Вдобавок она получит прекрасное средство для повышения иммунитета в зимний период. Отправить комментарий подписка на комментарий варенье из кизила в 3 захода. Для получения восхитительного джема с бубками стоит взять 1 кг свежих плодов, перебрать их, а затем промыть. Дальше понадобится такое же количество сахара. По рецепту следует еще отмерять 400 мл воды. Когда все ингредиенты готовы, можно приступать к приготовлению, которые включат в себя 3 процесса. Бланшировка. Кизил высыпают в дуршлаг. Затем опускают приспособление в кипящую воду приблизительно на 5 минут. Подготовка сиропа. Доводят до кипения холодную жидкость. Высыпают в нее рафинад. Постоянно помешивая, ждут пока он растворится. Как только это произойдет, выкладывают в сироп ягоды. Термообработка. В таком состоянии варенье из кизила ставят на медленный огонь, постоянно помешивая и периодически снимая пену. Процесс длится до 15 минут. Чтобы джем приобрел вязкую консистенцию, а также стал более насыщенного оттенка, его отправляют настаиваться на 6-8 часов. Желательно накрыть кастрюлю крышкой, оставив сбоку небольшую щель. По истечению срока смесь опять варят на медленном огне около 30 минут, снимая пенку. После этого разливают варенье по банкам, предварительно простерилизовав их и закатывают. Вариация рецептов занятым женщинам понравится рецепт, в котором все компоненты смешиваются в такой дозировке. 1,3 кг сахара, 1 кг ягод и 50 мл воды. Ставят емкость на газ, доводят до кипения и выключают. Процедуру повторяют еще 5 раз, но лишь после того, как ягодная масса остынет. Кроме прочего, варенье и кизилы готовят и без косточек. Для этого плоды перетирают через сито. Перед этим их бланшируют. Дальнейшее приготовление идет совершенно по другой схеме. Сначала смесь закутывают в морлю, потом погружают в кипяток, после чего окунают в холодную воду. Повторяют алгоритм действий 3 раза. Сироп готовят из 1,5 кг сахара и 0,5 мл воды. Затем его выливают к мякоти и варят до готовности. В конце вносят 3 г лимонной кислоты. Какой бы хозяйка ни выбрала рецепт, результат впечатляет не только ее, но и всех гостей. Вдобавок она получит прекрасное средство для повышения иммунитета в зимний период. Субтитры создавал DimaTorzok